Четыре талантливые красавицы поборолись в этом году за корону красы Верхнеуральского района. Дарья Дудина из первой городской школы, Альбина Тимур-Аленова из Спасской школы, Екатерина Петренко из Карагайской школы и Екатерина Колпакова студентка агротехнологического техникума. В первом этапе конкурса девушки рассказывали о себе. Визитка – очень важная часть состязания. От ее оригинальности зависит первое впечатление об участнице. Разрешите представить себя. Перед вами не просто картина. Перед вами шедевр Альбина. Крепка бывает та семья, где две стоит на бутве «Я», где правит только слово «Мы», где есть совместные мечты. Папа – самый главный в семье. Он научил меня никогда не сдаваться и добиваться поставленных целей. А мама – моя самая лучшая подруга, которая всегда мог обратиться за советом и помощью. Затем настало время проверить интеллектуальные способности красавиц. Девушкам предстояло ответить на три вопроса по истории Верхнеуральского района. Кто из шанских особ и бывал Верхнеуральский? Николай II. Будучи лицесаревичем. Совершенно верно. Какой герой труда жил в доме, где сейчас располагается дом детского творчества? Это был Клячкин. Клячкин, да. Он был доктором. Творческий этап конкурса самый зрелищный и ожидаемый зрителями. Именно в нем в полной мере раскрываются таланты участниц. Большинство конкурсантов подготовили танцевальные выступления. Дарья Дудина поразила всех необычностью и глубиной постановки номера. Загляни глаза, загляни глаза мне. Загляни глаза, но не жаль, не жаль. Загляни глаза, загляни глаза мне. Загляни глаза. И прочитай о том, что вы, где у нас в России так много, и так мало, и я моя. Альбина Тимур-Аленова выступила с сольным танцем. Она зажигательно двигалась под попури из популярных композиций. Екатерина Петренко, помимо хореографического номера, рассказала о своем увлечении кондитерским делом. А Екатерина Колпакова, единственная из участниц, исполнила песню. Моё главное увлечение – это кондитер-шипа. Уже около пяти лет я пеку торты для своей семьи и друзей. Заключительными этапами конкурса стали «Оживи картину», где девушкам в театральной форме необходимо было изобразить полотна известных художников и дефиле в вечерних платьях. В итоге кроссой Верхнеуральского района стала ученица Спасской школы Альбина Тимураленова. Она набрала 316 баллов, опередив Дарью Дудину из Верхнеуральской школы на 10 очков. Дарье жюри присвоила звание «Мисс Талант», Екатерине Петренко из Карагайского «Мисс Очарование», а Екатерина Колпакова, студентка агротехникума, стала «Мисс Грацией». Альбина Тимураленова не ожидала, что станет победительницей, хотя в душе надеялась на первое место. А потом так посмотрела, все такие красавицы, умницы, просто загляденье. И думаешь, ну, наверное, не займешь. И просто в последний момент эмоции зашкаливает, когда называют твое имя, и все, и просто, фух, и улетаешь. В этом году членом жюри был гость с Кизильского района, Александр Гаврилов, председатель местного комитета по делам молодежи. Александр отметил, что наблюдать за участницами было интересно. Для него фаворитки определились сразу. Также он указал на некоторые недостатки в выступлениях, для того, чтобы в дальнейшем девушки избегали их в процессе подготовки. В принципе, выделились, наверное, сразу первые и последние. Как-то они более, наверное, готовились, что ли, серьезнее к этому мероприятию. Как бы две конкурсанты, которые отказались по центру, первый, второй и третий вариант, они как бы, ну, готовились, это видно тоже, но видно, может быть, не в полной мере. Допустим, если ты берешь петь что-то, да, вокал какой-то определенный, то, значит, нужно отработать вокал очень хорошо. Если ты берешь и в дуэте, соответственно, дуэт должен работать синхронно, унисон, немножко у некоторых это не получилось. Как бы то ни было, все красавицы достойно представили себя и свое учебное заведение. То, что они вышли на сцену и справились со всеми испытаниями, уже достойно всяческих похвал. Надеемся, что в следующем году участниц будет больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!